ВЫРУБИТЕ ЭТУ ШЕЙТАН МАШИНУ СВОЮ, МЕЛКИЙ! МНЕ ТАВ ШКОЛУ НЕ НАДО, ПОЧЕМУ Я ДОЖЕН ПРОСЫПАТЬСЯ В 7.30? СССИБО! А ЕЩО ГРОБЩЕ НЕВЗЯ БЫЛО, ЧТОБУ У МЕНЯ ВСЕ БАРАБАННЫЕ ПЕРЕПОНКИ ЛОПНУЛИ, НЕ? СКО... ШЕСТЬ ПЯДДЕСЯТ ДЕВЯТЬ! Ты с ума сошёл? 6.59? Да я последний раз в 6.59 вставал. Я не знаю когда. Разве что, когда мне годик где-то был, и я мамку в 6 утра будил, потому что жрать вот это молоко хотел. 6.50... Забери эту шайтан машину свою. Пошли давай. Ёпер, не театр. Чё так громко тогда я не могу понять? Я ж тебя попросил убраться. Поминки, Кости. Поминки, Кости. И ты не убрался. Я ж просил убраться. Мелкий. Бесполезный. Ладно, всё, пошли. У нас сегодня с тобой очень много важных дел. У нас с тобой сегодня очень много важных дел. Про второе дело я тебе не скажу. Ещё раз его поставишь, я тебе его засуну. Знаешь, куда мелкий? Лучше бы тебе не знать, куда я его засу... Вот сюда засуну. В сранник. Был будильник и нет будильника. До свидания. Так, у нас с тобой очень много важных дел. Повторяю, уже в этот третий раз. Банкира. Завалили. В предыдущей серии. Кто смотрел предыдущую серию, знает, что там было что-то прям очень странное. Сначала этот маньячина убил Кости. Потом этот маньячина убил банкира. Кто следующий? Я не знаю. Может, я мелкий. Тешишься ты, отца. Приёмного. Сейчас я... А, так вот. Я не успел сказать то, что мы вас ждём, вы уже пришли. Вот как говорили... Как народное пославится с помощью про говно, вот и оно. Ну, я... Я не в том плане, что вы говно, просто пословица. Здравствуйте, инспектор Васильев. А вы кто? А второй? Инспектор Петренко. Доброго дня. Доброго дня. Украинцы? Ай, братья молодые. Здорово. Я тоже украинец. Родился в Украине. Зачем вызывали? Если в двух словах, у нас тут свежий трупачок. Вот. Прям очень свеженький. Вчера буквально завалили. Вот. Проходите. Проходите. Да, труп, труп. Проходите. Проходите. Так. Всё с хрониками и всё с подробностями. И сейчас я вам всё опишу. Вы говно крячи. Не наступите, пожалуйста. Вот. Так. Ну. В общем, как вы видите. Вчера вечером произошло. У нас тут были поминки кости. Пройдёмте. Пройдёмте за мной. Пройдёмте. Да, здесь были поминки кости. Вот. Праздновали. Тупая башка. В смысле. Праздновали. Я же, я сказал праздновали. Шесть утра. Чё вы хотите? Я ещё не соображаю. Праздновали. В смысле. Скорбили. Скорбили по кости. Как вы видите. Кушали. Много кушали. Песни пели. А шо нас не позвали? А. С какого перепугу я должен мусоров звать? Ну. Здесь шесть утра башка не варит. Не мусоров. А вот это. Властей в погонах. Короче. В двух словах. Как это происходило. Мы сидели жрали. Банкир вышел покурить. Михалыч пошёл поссать. Баба Зина вышла на улицу. Позвала банкира. Заорала. Как резаная куропатка. Мы такие. О. Баба Зина орёт. Выбежит на улицу. Баба Зина нам показывает то, что вот банкир вот это. Кирдык. Потом я как бы офигеваю то, что банкира зарезали. Мелкий мне тычет. Тычет на крышу. Я поворачиваюсь на крышу. А там вот так кракозябра с двумя вот этими кухонными ножами стоит. Вот там на крыше стоит. Где? На крыше вот там стояло. Вот там на самой крыше стояло. Вот. Маньяк в маске такой. Фильм знаете. Пятница трин... В смысле не вижу. Где не вижу? Да вот там на крыше вот той стоял. Вот там на той крыше я туда тычу. Вот он там стоял. Та где? Ядрить тебя просто в фуражку. Мелкий, покажи. Залезь на крышу. Залезь на крышу. Покажи. Не видят они. Бля, мелкий паркурщик, а? Атлет просто. Атлет. Вот вырастет вот этим спортсменом. Вот. Вот там он. А ножи-то у тебя откуда? Вот там он был. Так. Ну вот. И потом я на него посмотрел. Он испугался. Но он просто с крыши упал и ногу сломал. Как-то он слишком тогда ногу сломал, по вашей теории. Да не ногу он сломал, не падал. Он с крыши. Или вы вообще про кого? Все, Петренко, заводы машину. Так мы будем протокол составлять? Приезжай сюда и затаскивай труп. Так, подождите. Мы будем протокол составлять, майор, начальник, командир. Там вот эта маньячина на крыше была. Он потом смотался. Мы с мелким за ним побежали. А там уже и след простым. Несчастный случай, несчастный случай. Какой несчастный случай? Человека зарезали. Почти у нас на глазах. Он вышел покурить на минуту, вернулся, а он уже тут труп. В смысле несчастный случай? Да, да, да. Грузи. Мелкий, ты понимаешь, что они походу с этим маньяком заодно? Как это? В смысле какой несчастный случай? Да его убили практически у нас на глазах. Реально, если ты не видел предыдущую серию... Вот, нажми и тыкни. Там его реально зарубососили просто. Все, Вася, я его затащил. Оперативненько. До побачення. До свидания. До побачення. Ага. Ладно. Я за вами слежу. Поехали, Петренко. Мелкий, откуда у тебя ножи? Продажные! Свиньи в погонах! Ага. Ладно. От одной проблемы избавились. Сейчас найдем тебе, Мелкий, другую проблему. Ну, в смысле не тебе, а вообще как бы нам вместе. Все же заметили? Нет, у меня сегодня не свидание. У меня сегодня день намного важнее. Я сегодня своего недосына приемного... Сейчас сам все увидишь. Так, держи мешок. Сейчас будет подарок. Давай, надевай мешок на голову. Бля, какой красавец. Так, разворачивайся и пошли. Пошли, пошли. Нам с тобой нужно выйти из ресторана. Да не стукайся ты башкой. Еще сотрясения не хватало. Сейчас... Налево, нет! Налево. Разворот, разворот. Развернись. Направо, направо. Направо. Еще раз направо. Да не так резко направо. Ну, в смысле... Вот. Нет! Да прямо по... Да сними пока мешок. Пошли. Что мне знать, куда я вижу сегодня мелкого? Так, надевай. Надевай мешок. Пошли. Вперед. Только вперед. Топай вперед. Вперед, вперед, вперед. Я скажу, когда завернуть. Вперед. Давай, 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 давай. И сейчас налево. Налево, налево. Налево. Направо. Вот так. Прямо, 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 прямо. Стой. Налево. Иди сюда. Иди сюда. На голос мой. Стой на месте. Стой. Немножко прямо. Вот сейчас прямо. Стой на месте. Чуть-чуть назад. Все. Пять рублей. Сюда, сюда. За мной. За голосом. Давай, 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 давай. Давай. Не, внутрь зайди. Зайди внутрь. Заманил мышку в ловушку. Здравствуйте. Так, ну все. Отсюда он больше не выйдет. Все, мелкий, снимай мешок. магазин по 5 рублей ты сюда давно хотел да но не затем зачем мы сюда пришли подскажите у вас есть новая школьная форма да конечно есть вот новая коллекция для детей выбирайте что хотите мелкий нам с тобой школьную форму надо ты думаешь я зря двери забаррикадировал я стой стой не ножик спрячь ножик спрятал никуда я тебя не выпущу ты думаешь зачем я оделся вот так как бы с утренник не смотрите на календарь то что уже как бы там 10 сентября просто в городе ютубер там школа немножко с опозданием там в развитии ну хватит подачу бы ему папа пищу хочу у него уже есть мелкий видишь фанкопоп бэтмена видишь пойдешь школу не будешь хулигане будешь хорошо учиться я тебе в конце года его куплю точек не будешь хулиганить он просто мечтал всю жизнь игрушки фанкопопа точно отложите пожалуйста вот это фанкопоп бэтмена мы сюда вернемся после первого семестра так мелкий давай забирай шмотки забирай забирай ага иди переодевайся костюм чтоб хороший был сынишку свое ну смысле он не мой сынишка просто мой вот этот мелкий мелкий его зовут в школу его отправляем сегодня вот я его пытался брать в предыдущем году но что-то пошло не по плану его сразу же выгнали после первого дня сегодня у нас второй заход вот второй раз его отправляю матерь божья сатана как вам этот костюм мне нравится мелкий может тебя не в школу а сразу в детдом сдать я не знаю иди переоденься я просил школьный костюм вы мне чё пацаны зачем мне губка боб квадратная вот это сквир пенс или как он там называется я у вас школьный костюм просил зачем мне бобу от этого страх ночи до летучая мышь да вот это гроза района с рогаткой мне у нас сегодня не маскарад и мы не идем выступать в цирке мелкий и переодевайся у нас здесь в основном только маскарадные костюмы да я это уже понял но я просил школьный костюм зачем вы сказали то что у вас есть школьный костюм здесь нет школьного костюма мелкий ради всего святого ты вот это лил памп или как это юный гонфлад да маргет штерн даже я не знаю как и переоденься и снимите дреды с себе ты чё швабру себе на голову нацепил я не могу по будет самым модным на районе если он в таком прикиди, на улицу выйдет, он-то будет самым модным на районе, но он батю своего лишится, и я его реально в детдом сдам. Выходи! Давай, 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 давай! А ну, а ну, покажись, покажись, покажись! О-о-о-о! Вот это красавчик! Вот это я пойму! Мелкий не сейчас фанкапоп! Первый семестр закончишь, вернёмся, я тебе обещаю, его куплю. Так, рюкзак ещё забери, рюкзак. Сколько с нас молодая девушка? С вас 25 золотых... 25 золотых монет? У вас же всё по 5 рублей, какие 25 золотых монет? За каждую вещь 5. А у нас сколько вещей? 5. Рюкзак, ботинки, пиджак, штаны, а пятая, а, ну и галстук. Сдирайте с меня просто последние бабки. Так, 25, всё, 25, всё, давай, пошли, Мелкий, давай, быстро, быстро, быстро. Зато будет самым красивым. Да! Ещё бы руку ему излечить, чтобы уже вот этот перелом прошёл. Давай, Мелкий, пошли. У нас вообще мало времени, там уже, наверное, первый вот этот звонок уже давным-давно закончится. Да, ну хватит! Зато всегда помню о том, что Бэтмен будет твоим. Кофеёчек попиваешь там, да, сдачи? Степан! Здорово, Стёпа! Чё, как жизнь молодая? Я тут мелкого, короче, в школу сегодня отправляю. Не хочет, зараза, сопротивляется партизан, но... Да всё нормально, живём потихоньку. А чё, у тебя сегодня выходной? Чё, банк не охраняешь? А-а-а, у вас же тоже траур, да? Вот этот... Банкира же вашего убили. Ля, вот этот джентльмен, настоящий мужик. Да, ну мне кажется, тебе вообще по барабану, да, то, что банкира убили. Ладно. Да я не особо занят сегодня, я вообще сегодня выходной. Тогда составишь мне компанию, пошли. Говорю, второй... Второй год подряд пытаюсь его в школу отправить. Никак собака не ходишь. Вот реально. В прошлом году он там чё-то, я не знаю, то ли кого-то сразу по башке шандарахнул, его там в школу, или в школу вот этот директор выгнал, то ли ещё там чё-то было, я не помню. Собака вообще, ну ни в какую, ни в какую. Я ему пообещал в этом семестре, если он хорошо со всем справится... Заходи, мелкий. Давай. Если он хорошо со всем справится, тогда я ему куплю фанкопоп Бэтмена. Он пообещал то, что никого убивать не будет. Так. Утренник мы просрали уже, поэтому давай сразу, уже там походу урок начался. Короче, Стёпа, ищи первый класс, и ты, мелкий, тоже. Где есть вывеска первый класс, президентская библиотека. Нет, это не то. Помню, в прошлом году первый класс на втором этаже был. Кабинет труда, это тоже не то. Давай, мелкий. Вы что, в прошлом году здесь курили, или что сейчас курите? Мелкий, главное, вот с этой компанией не надо. Вообще никак не дружить. Пошли, 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 пошли. Давай быстро, у нас вообще времени нет. Так, первый класс, ищите 69 кабинет. Опа, а вот и он. Так, мелкий. Веди себя хорошо, пожалуйста, не на... Успокойся! Ты мужик или баба? Вот сейчас зайдёшь в класс, даже никто не поймёт, мальчик ты или девочка. Будешь... Ножик спрятал. Будешь плохо себя вести, фанкопоп не получишь. Я тебе пообещал. Всё, давай, заходи. Заходи, давай. Здравствуйте, мы тут немножко опоздали. Вот это, новые, новенькие, новенькие. Первый класс, первый класс идёт, маленький вот этот мой. Так, опаздываем, значит. Ну, ну, немножко, немножко. Так, мелкий, давай к доске. Быстро к доске. Быстро давай! А вы кем ему приходитесь? Ну, я... Ну, как вам сказать? Я так понимаю, вы его папа и папа, смы... Нет, вы с ума сошли! Какой папа и папа? Он сказал то, что ты его папа, я его... Вы своей башкой-то вообще думаете? Вы Стёпу обидели. Какой папа и папа? Не, не! Мы... Сейчас, подождите, я Стёпу позову. Стёпа! Да он пошутил! Да какой папа и папа? Да дурак вот этот, преподаватель. Не, ну ты это видел? Ты это видел? Он подумал, что мы с тобой пипидастры. Давай мы пропустим это мимо ушей. Стёпа, он дурак. Дурак просто. Нет. Вы вообще башкой своей думаете, что вы говорите? Вы Стёпу обидели. Он вообще-то чувствительный человек. Нет. Вот Стёпа просто мой друг. Сразу же скажу, его зовут Мелкий. Обращаться к нему как Мелкий. Как-как? Мелкий. В смысле, его так и зовут. Имя его скажи. Мелкий его зовут Хрыщ Старый. Так и зовут его Мелкий. Мелкий-Мелкий? Мелкий-Мелкий, да. Я понимаю, что это странное имя, но чё поделать. Сложный случай. Отведите его к детскому психологу. Я тебя сейчас к детскому психологу отведу. Всё, давайте будем начинать урок. Мы и так опоздали, и тут ещё тянете вот это кота за причиндалы. Всё, Мелкий, давай, иди садись куда-то. Это вообще нормально то, что у вас здесь дети по середине урока спят? Этот вообще на стуле стоит. Ладно, Мелкий, давай, иди себе ищи место. Как я вижу, здесь места не очень много есть, да? Алёнка! Здорово! Школопендра! Мелкий, иди сюда, будем здесь сидеть. Меня зовут Олечка. Вот давай к Олечке садись. Развернулась, да? Как будто мы тебя не видим. Чё, где-то вот этот фермерский пацанёнок? Изменила, изменила мелкому. Точнее, ушла к другому. Ничего, ничего, Мелкий. Вот Олечка, вот хорошо портфель. Вот с Олечкой познакомься. А Мелкий у вас разговаривать умеет? Не, вообще прям ноль, ноль. У него детская травма. Травма из детства. Вообще не умеет разговаривать. Вообще не умеет. Так, всё, учитесь! С Мелким там, за Мелким надо следить. Лишний раз, то он там кому-то челюсть может разбить. Вот. Поэтому, да, будет сложно. Всё. Мелкий, помни про Бэтмена, пожалуйста. Ни с кем не сраться, если кто-то тебя там Чуркистаном Петровичем обзовёт, не надо ему там никуда рогаткой тыкать, хорошо? И засовывать её тоже. Всё, пошли. У меня ещё дел много. Пошли. Всё, подавай. Так, ху! Сплавил эту сатану мелкую. У меня ж на работы столько с ума можно сойти. Я ж даже с этим Мелким не могу ролики нормально на Ютуб позаписывать. У меня ж как бы всё-таки... Всё же жизнь ютубера. У меня сегодня рекламу нужно на Ютуб выложить. Пошли. Всё, пошли. У меня куча рекламодателей. Михалыч новую рекламу хочет заказывать. Мне пишут на почту. Я никак не могу. Реально столько проблем на голову. Костя умер. Мелкого в школу. Поэтому, всё, пойди сюда. Мне с тобой надо посоветоваться. Давай где-то вот здесь с тобой присядем. На столу. В этой столовке. Иди сюда. Давай, вот сюда куда-то в уголочек мы с тобой присядем. Иди сюда. Садись возле меня. Так, не зря я с тобой ноутбук взял. Мне рекламу-то сегодня... Да возле меня-то сядь. Кать! Выйди на улицу, Катюх! О, здорово. Здорово, здорово. Ты прикинь, смотри туда вперёд. Посмотри вперёд. Там какой-то киоск у нас в деревне открыли. Прикинь? Нифига себе. Какие-то шоколадки продают. Не хочешь попробовать? Давай, давай, пойдём. Интересно, кто здесь ещё живёт кроме нас? Вот я не знаю, кому открыли этот киоск кроме меня и кроме тебя, если только мы здесь живём. Блин, он возле твоего дома, а не возле моего. Да какая разница, смотри. Альпин Голд Макс Фан. Ягодный микс. О, состав. Клубника, малина, червя... И шепучие шарики. А дайте нам шоколадку, пожалуйста. Самую большую. Вот эту, ягодный микс. Я люблю больше ягод, если можно. Дайте, пожалуйста. Ай, я хочу... В следующий раз попробуем вот этот тропический микс. Дайте ягодную, пожалуйста. Опа. Чё там её ешь уже без меня? Ой. Шипит. Ты её там без меня ешь, что ли? Катя, иди сюда. Подойди ко мне, подойди ко мне. Да не сюда, в комнату, подойди ко мне. Чё делаешь? Телефон, телефон мой возьми. Возьми телефон. Да чё? Да возьми телефон, быстро. А мне, мне, дай кусочек, пожалуйста. На, на. Ммм, это с ягодами? Ага. Дай телефон. Дай телефон, давай. Давай. Блин, это вообще какая-то просто буря эмоций. Я не могу, хочу танцевать. Чего? Давай, иди за комнат свою, садись и будем продолжать. Эй. Давай, 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 бейди в свою комнату. И зачем этот киоск с шоколадками? У нас в городе, в деревне открыли. Мы сейчас шоколадки будем целыми днями кушать. Я прям всем советую её попробовать, и ты тоже её попробуй. Если что, все подробности есть в описании. Кать, будешь ещё кусочек? Конечно, блин, взял меня, выгнал другую комнату, а сам шоколадку хомячишь. Всё, 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 давай, давай, пошли домой, пошли домой. Разбубнелась-то так, а как шоколадка её подбодрила. Всё. Ага, это мы с Катей вот эту рекламу записывали ещё, когда у нас сезон Нубика был третий. Вот он уже закончился, скоро будет четвёртый. Вот, я записывал, но как бы я всё это время её выложить не мог. На вид вкусная очень, аж сумки потекли. Всё, завтра я выкладываю эту рекламу, а мы с тобой пошли, Стёпа, посидим. Вот когда мы с тобой в последний раз ходили куда-то там в пивнушку? Ну, как бы я не пью, я там всегда водичку пью. Когда? Или в кофейню? Ты как, не против? В кофейню пошли. Вот это правильно, кофеёчек никогда лишним не бывает. Давай, пошли. Ага. Ой. Посидим сейчас, пока... Лишь бы, пожалуйста, это был не мел. Это кто из в окно вывалился? Даже не вздумай сказать, то что этот чувак случайным образом вылетел с этого окна. Даже не вздумай. Он вылетел из этого окна. Я правильно догадался? Он сам вылетел или кто-то ему помог? Сам. То есть кто-то помог. И этот кто-то, случайно, не ты был? Кто-то, походу, фанкопопа Бэтмена не получит. Кого? Родители в школу, папу и папу к директору. Да у нас нет никого, папа и папа. Это друг мой. Мелкий. Так, я сейчас отчисляю мелкого с этого, со школы. И сдаю тебя в детдом. Субтитры сделал DimaTorzok